приветствую ну что ж наконец-то я обернул старую привычку снимать сборки компьютеров на канале но скажу честно последнее время мне стало реально скучно наблюдать за этой отраслью потому что в ней особо ничего и не происходит как обычно все хвалят новые райзены intel что-то там обещает в апреле выпустить а родионы по традиции сливают картам nvidia то есть единственное что пришло мне в голову это сделать компьютер за полторы тысячи долларов который кстати не стыдно назвать игровым причем знаете в нем не будет райзенов ибо меня начинают уже тошнить везде их ставят обзорчики в каждом свое видео ну дескать народные продукты в общем люди мы с вами будем познавать что-то новое и нестандартное с этим вопросом я вышел в интернет и меня заинтересовал один камень и это а седьмой 9700 f то есть по сути это старший брат народная 9400 f только теперь в седьмое место 6 ядер поставили 8 и кэш подняли до 12 метров таким образом я считаю перед нами серьезный конкурент абсолютно любому райзену если рассматривать данный проц исключительно как игровой поэтому такой 9700 f сможет вытащить абсолютно любую видеокарту и даже 2080 ti кстати он стоит примерно 24000 рублей или 10000 гривен что насчет сборки то весь компьютер я собрал гипермаркете ого у меня была изначально определенная свобода сделать компьютер до 100 тысяч и поэтому я особо знаете и не парился высчитывая каждую копеечку еще раз отдельное спасибо за участие маркету ого они реально оперативно привезли железо и в целом у них довольно лояльное отношение к покупателям и не только в продаже можно найти различные варианты уже собранных компьютеров или сделать это по частям как это было в моем случае однозначно рекомендую кому интересно ссылочки я оставлю где правильно в описании под этим видео в общем давайте вернемся к теме видео и начнем с обсуждения остальных комплектующих и так друзья на втором месте по значимости в этой сборке после процессора конечно же я думаю можно поставить видеокарту изначально я сразу прикинул что это будет за сборкой и и задача стандартные все вы ее знаете это выдать 60 кадров full hd на ультра с включенной трассировкой лучей поэтому если речь идет о рейтрейсинге то понятное дело здесь не будет родионов и минимальным решением станет артеx 2060 супер в данном случае я умышленно специально взял самую дорогущую версию 2060 и конечно считал и напишут комментарии по типу ну можно было взять 2070 за эти же деньги и прикиньте я в курсе что есть дешевый вариант и можно было поставить 2070 просто я наверно в тысячный раз повторю это все-таки авторская сборка и тут уже лично мне захотелось что-то новое подержать в руках а то вечно одни те же палиты мса и так далее и да возможно зрители заметили я постоянно повторяю одни те же слова трассировка лучей артеx и я уверен почему то половина людей вообще не в курсе и не понимает что это такое и как это работает окей давайте я чутка отойду от темы и своим понятным языком на пальцах объясню что это и как с этим жить ну очень интересно понимаете дальше посмотрим руки и так все мы в школе изучали физику и в ней есть такой раздел под названием оптика по сути оптика это исследование различных световых явлений путем отслеживания взаимодействий отдельных лучей с разными поверхностями так вот луч это поток фотонов который отражается бесконечное количество раз и чтоб описать этот сложный процесс требуется некие специальные знания и вот если коротко то артеx это и есть как бы всеобщая библиотека знаний о лучах так сказать я знаю это сложно звучит но в общем это отдельный dxr массив скажем в той же direct x12 а само название артеx это просто маркетинговое название этой самой библиотеки dxr и тут наверное окончательно я запутал зрителей и прочим друзья не важно как это все называется самое важное это то как все это работает ну например если объяснить это понятным языком допустим возьмем высокоинтеллектуальные игры вроде танков или варфейс и вот они работают как мы знаем на direct x11 и в них как мы тоже понимаем нет трассировки лучей однако внимание это не означает что трассировка не может появиться там со временем вообще хотя боже упаси ведь все что нужно разработчикам игры это просто добавить отдельную dxr библиотеку в саму игру которая и позволит работать с трассировкой лучей используя one api и допустим скажем есть еще один мировой шедевр это майнкрафт и вот как мы знаем он наконец-то получил поддержку библиотеки dxr и видеокарты артеx теперь рисую там новую картинку с реалистичными тенями отражениями и даже появилась новое сглаживание dlss и кстати это сглаживание она основана на ней ровных сетях то есть по сути является интеллектуальным и самообучаемым да и такое тоже бывает я лично признаю что выход первых тайтлов с поддержкой артеx не были удачными для новых видеокарт тут виновата я уверен не сама nvidia и даже не видеокарты которые изначально все называли типа слабыми нет проблема была абсолютно в ином это техническая часть самой игры первые внедрения артеx в игры для разработчиков были очень сложной задачей поскольку для правильной реализации нужно было потратить на ее работу какое-то количество времени и конечно же бюджета поэтому некоторые отдельные компании просто решили не тратить свой кэш в свои проекты и оставить все как есть или вообще не спеша работали над трассировкой в итоге на старте мы получили сразу низкий fps на картах артеx и также плохой визуальный ряд все это по вине конечно же разработчиками только некоторые компании подошли к этому действительно серьезно я помню что кто-то смеялся над выходом майнкрафта мол ну да лучи и что тут сверх такого сложного что под это выпускает целую некую видеокарт артеx и на самом деле с майнкрафта смеялись те унтер меньшие которые вообще не в курсе как это все устроено ведь это если так разобраться довольно сложный алгоритм просчеты например такая фича как пас трейсинг который было невозможно 2018 то теперь мы получаем порядка 120 кадров full hd и вообще сам алгоритм пас трейсинг строится полностью на физически корректном взаимодействии объектов это вам друзья и каустика и дисперсия и глобальное освещение просчет хаотичных теней плюс также отражение в отражении еще куча всяких штуковин и все это внимание строится на уровне рендера то есть в реальном времени артеx это действительно я считаю крутая штука это мощный скачок не только компьютерной индустрии но и также всеобщей индустрии пока что это кажется людям не очень важным явлением но метро исход уже нам показали как сильно меняется картинка и я уверен кибербанк тоже покажет нам разницу если кому-то кажется что это всего лишь временное явление то как мы уже все знаем и будущие консоли то есть sony это microsoft приняли тот факт что трассировка лучей это нужная и важная штука и они добавят ее в свои движки например playstation 5 будет точно с лучами а консоли как мы знаем выходит минимум на пять лет а значит все эти пять лет компании будут активно юзать трассировку и тут возникает вопрос а что нам может предложить компания амди да ничего собственно родион это просто видеокарты обычные видеокарты не более все хотя нет стоп у них есть кое-что и это конечно же 7 нанометров и 5 нанометров и 3 нанометра окей друзья я извиняюсь что отвлекся от темы нужно было все таки наконец-то объяснить людям за что они платят кэш выбирая карты artex но теперь давайте вернемся к теме и так насчет видеокарты мы разобрались теперь быстренько пройдемся по остальным железком процессору я решил взять мать на b360 чипсете ибо и 7 9 700 ф не имеет разгона но мать как мы заметили не простая а серьезная более чем да это не самая дешевая среди b360 и она со временем может спокойно принимать даже а 9 9 900 то есть это топовая мать для тех кому не интересен разгон процессор вообще далее чтобы охлаждать процессы тут я особо тоже не стал заморачиваться решил поставить обычный радиатор на 4 трубки и он почти как бы сочетается с красно-черной материнская плата и при этом стоит но порядка трех тысяч рублей то есть есть конечно и полностью белый радиатор и желто-черный ну в общем пока что будет вот такой вариант далее насчет оперативной памяти тут особо я тоже ничего не стал выдумывать просто взял стандартно 16 оперативы две планки по 8 на частоте 2666 тут особо я думаю не смысла считать всякие копейки там и сравнивать какой-то иной оперативной памяти просто ставим старый добрый kingston и по накопителям тут примерно одинаковая ситуация я также не стал заморачиваться и просто влепил ssd-шник на 1 терабайт может было конечно сделать и типичный набор вроде ssd 256 винт на 1 терабайт или скажем nvm тоже на 250 и какой-нибудь ssd-шник на 500 то есть тут уже все зависит от бюджета но если пока делать чисто под игры то просто один объемный ssd на 1 терабайт это вполне нормальный вариант ровно та же самая история повторяется и с блоком питания я не хотел ставить там крутейший питальник типа модульный платинум на 1000 ватт а взял просто обычный золотой big white на 600 с учетом процесс что он имеет как бы тепловой пакет на 65 ватт и карта 2060 тут наверное хватило бы даже наверное 450 ватт более чем поэтому 600 это абсолютно достаточно окей ладно все железо принципе собрано хотя нет стоп я забыл сказать про корпус честно тут вот абсолютная субъектив щена мне захотелось просто немножко по свету собрать железки то есть вы красно-черном цвете и корпус поэтому тоже я взял именно в этом как бы цветовом диапазоне и он как бы от фирмы corsair да это не самый дешевый ящик я знаю как показала практика не самый продуманный с точки зрения кабель-менеджмента ибо нет в нем кожуха на блоке питания и провода торчат наружу но собран он вроде бы нормально имеет каленое стекло которая кстати упала у меня на пол и причем не один раз и при этом она абсолютно не треснула а вот пол как бы ну повредился окей только вот знаете все это конечно замечательно однако цена на этот корпус 7300 рублей или 3000 гривен есть конечно варианты и закрытым кожухом на блоке питания но он стоит уже там 200 250 и там вообще абсолютно иной уровень продукта вот такие дела ну ладно я надеюсь теперь уже все как бы у нас собран компьютер давайте приступим к тестированию в играх что ж как я уже сказал выше тестировать игры буду на ультра запредельных настройках full hd почему full hd да потому что карта артеx 2060 супер как раз и является королевой в этом разрешении а все что выше уровня вроде 2070 супер это уже 2к или qhd ультра широкий формат и так далее то есть мой выбор я думаю все абсолютно понятен тем более 2020 еще полно людей с full hd экранами если даже не сказать 90 процентов и в таком случае начнем с последней части вольфенштейн и янг блат тут я выставил убер запредельные настройки плюс также включил трассировку лучей а ее кстати такие разработчики добавили в игре ведь как я уже рассказывал выше адаптация и появление трассировки все это на совести и кармане разработчикам например в метро сразу был dxr в отличие от остальных и видимо это была одна из компаний кто делает сразу полноценную игру они со временем допиливает визуальную часть думаю также будет из киберпанком он сразу выйдет с трассировкой но так или иначе вольфенштейн среднем от 80 до 90 кадров на запредельных настройках с лучами и поэтому вопросов у меня абсолютно нет окей движемся далее теперь на очереди у нас более требует на железу это будет контрол в которой предварительно я выставил также предельно возможные настройки и конечно оставил включенную трассировку плюс к этому есть еще один очень важный метод сглаживания я тоже его включил и о нем уже рассказывал выше это dlss если можно я не буду опять-таки повторяться что это специальная разработка nvidia и это как бы интеллектуальное сглаживание и так далее в общем я думаю все заметили что в контрол в этом плане есть заветные 60 кадров на ультра с лучами и это вполне ожидаемый результат и кстати температурный режим железо тоже вроде бы в норме обычно прос греется до 70 и карта так ну скажем до 75 и все это внимание в закрытом корпусе с двумя вентиляторами да в этом корпусе если помните от компании corsair поставили всего две вертушки одну на вдув а вторую на выдув и все это за 7000 рублей все-таки я считаю можно было за эти денежки и больше поставить кулеров и температура стала бы еще меньше две вертушки это реально мало ну и в конце давайте еще быстренько пройдемся по нескольким популярным вещам вроде battlefield 5 и метро исход и в первом случае battlefield я у нас на ультра с лучами от 70 до 90 кадров более высокий фрейм как правило это в мультиплеере на маленькой карте ну а понижение обычно видны сложных сценах с кучей эффектов и так далее насчет метро исход тут все куда более серьезно у нас уже на ультра не будет 80 90 кадров но так среднем от 60 до 70 с просадками до 50 то есть можно сказать что здесь есть более менее стабильный 60 если сравнить показатели fps с выключением трассировки лучей то они как правило увеличивается в среднем на плюс 20 кадров нет это уже не тот случай где было там скажем двукратное понижение как это было в первое время но и визуально без трассировки игра конечно заметно меняется появляется некое такое ну как бы не знаю явление что вроде выключает тени и это сильно заметно особенно если рассматривать более внимательно каждую деталь на локации вот как бы такие дела ну что ж друзья уважаемые телезрители наверное буду заканчивать это видео по сути у меня нет претензий к этой сборке тем более за полторы тысячи долларов откуда уж простите тут взяться каким-то претензиям тут все как бы в порядке в этом плане и видеокарта отличная хоть и стоит тоже довольно отлично и просто имеет как бы приличный запас мощности и температуру да есть конечно некоторые вопросы корпусу там не очень щедро как бы с вертушками но можно при желании и от себя накинуть хоть 20 вертушек тут уже каждый по-своему решает хотя и на двух кулерах тоже как бы сойдет железо еле теплое в общем это была сборка сделана в story уго за 100 тысяч рублей или 35 тысяч гривен а в следующем видео будет еще одна сборка но теперь же внимание в два раза дешевле надеюсь это видео было вам полезным я не хотел собирать очередной просто компьютер и пользуясь случаем просто донес некие знания насчет рынка видеокарты в частности как работает артеx и зачем он вообще нужен в 2020 веке пишите в комментариях что вы думаете на этот счет на этом я выключаю свет и отправляюсь сделать новое видео это будет народная сборка для самых народных людей короче увидимся уже абсолютно скоро всем удачи и здоровья конечно же пока пока удачи